Всем привет, добро пожаловать в новый блог. Это будет неделя из моей жизни, которую я провела одна с детьми, так как мой Томак сейчас находится в больнице, как я вам рассказывала в предыдущих видео. И мы сначала отправились в Закопаны, поехали с детьми и с моей подружкой. Мама сейчас находится в Украине, и уже снова переносить поездку было невозможно. И несмотря на ужасный прогноз погоды, обещали дождь, небольшую плюсовую температуру, мы все равно решили ехать, взяли с собой какие-то там купальники, плавки для малых и решили, если что, мы пойдем в бассейн. А тут начался снег, и мы в последний раз в этом сезоне насладились им по полной. Музей восковых фигур. Мы не пропускаем. Закопаны тоже есть. Конечно, мы остановились рядом с футболистами. Месси. Захар, а ну расскажи, кто здесь. Это Кристина Рональда. Рональда. Это Левандовский. Да, это звезда польского футбола Левандовский. Это Месси. Апфф. Это Месси. I'm sorry. Мама стоит. Столько, что лучше ничего не говорится. И сказала, что это Беккем. Мама с Месси. Билла Гейтса и Стива Джобса. Сегодня проводим вечер в их компании. Снова Сальвадор Дали. Захар говорит, что боится его. И он не живый. Экстравагантный. Столик. Похоже, да? В горах здесь очень верующие люди. Поэтому, конечно же, папы римские здесь тоже есть. Ким Кардаша. Она сегодня какая-то такая подгулявшая. Не такая, как обычно. И макияж у нее не самый удачный. Похожи или не похожи. Но если посмотреть очень близко, то у них каждая опора видна. Это очень большой труд. Обычно в нашей семье Томак организовывает все поездки. Потому что ему это нравится. А тут я сама выбирала отель. Он находится рядом с главной улицей. И совсем не был дорогим. Еще и с завтраком. Нам было очень удобно. Парковка. Все входило в стоимость. Так что мы оставили машину. Очень много гуляли. И вечером, и днем. И мы с Анеткой очень давно не виделись. Поэтому наболтались. И она также является крестной нашего младшего сына. Так что провели вместе время с ней. И еще и она пообщалась со своими любимыми мальчиками. Она действительно их обожает с самого рождения. И это были очень классные выходные. Отмечают все на карте, которую взяла в отеле. Еще и ручку одолжили. Идем, идем. Давно не виделись. Ням-ням. Хотяк. Они плюются. Вы знаете, мы здесь уже были. Это типа мини-зоопарк в этом, в Закопанном. Мама! Мама, Пач! Мама! Возможно, вы смотрите меня давно. И помните влог, который я снимала полтора года тому назад. Мы случайно попали в этот мини-контактный зоопарк в Закопанном. Он находится на улице Пилсуцкего. К сожалению, у меня нет точного адреса. Мы просто ночевали прямо напротив. И даже не знали, что такое место есть. Животные здесь в хороших условиях живут. Они не голодают. Но при входе можно купить вкусняшки. Это нарезанная морковь, свекла и зерна. Покормить животных, пообщаться с ними. И вот если сравнивать их с нашим первым разом, то они изрядно подросли. Но то, что осталось неизменным, это наглость вот этого рыжего, не знаю, это альпака или это лама. Ну, в общем, всех растолкал. Выпросил все, что ему надо было. Еще и плюется. И вот за что мне нравится этот регион Польши. За то, что здесь всегда есть чем заняться в любое время года. И, наверное, сейчас уже нет снега. Может, где-то высоко в горах. Но, тем не менее, советую съездить. Потому что сейчас уже цветут крокусы наши знакомые. Были на этих выходных. Поднимались в долине Хохловском. И там целое поле фиолетовых крокусов. Мы раз были, когда они отцветали. И это божественно красиво. Мы же были, получается, две недели назад. Я просто чуть позже выпускаю этот влог. И мы успели еще и покататься на санках. И прикольно то, что можно заплатить за вход на горку. Есть и не цивилизованные. Но у нас не было с собой санок. Так как, по прогнозу, был дождь. И вот в билет уже входит стоимость аренды любого приспособления для езды. И санки, еще какие-то там штуки. Так что мы последний раз в этом сезоне поиграли в снегу, покатались и вернулись обратно в Краков. Интересно, почему это произошло именно сейчас? Когда я дома одна, и так все на мне собака, дети. Плюс у Захара еще день рождения. И как раз на этой неделе родительские собрания. Все подряд. И домика нет. Мне сегодня еще нужно съездить к нему в больницу. Подойду к этому вопросу философски. Наверное, это дано мне для того, чтобы я научилась как-то разруливать бытовые моменты самостоятельно. Я недавно научилась чистить эту стиралку, потому что с нее не хотела уплывать вода. Не спускалась вода. Господи, я сегодня как с похмелья, при том, что я вчера не гуляла. Но голова вот такая чугунная. Я спала 5 часов. Вот. Короче, я вчера спускаюсь в 11 часов вечера. Думаю, выведу последний раз юки. И как раз пораньше лягу спать. Что вы думаете? Вся кухня залита водой. Я вам так сильно нахвалила посудомойку. И что-то с ней произошло. Она тоже не спускает воду. Короче, я тут ездила на тряпки до часу ночи. Вымакивала все. Перемывала грязную посуду. Конечно же, она не успела помыться. Сейчас снова гора после завтрака. К хорошему быстро привыкаешь. Потом я искала мастера. К счастью, сегодня был свободный час. И я очень сильно надеюсь на то, что нам все быстро починят. Что-то там прочистят. Может быть, ошибка F15. Я без понятия, я никогда не занималась такими вопросами. Томак потом сегодня утром сказал, что уже такое пару раз было. И что-то он там подрихтовал, было окей. И меня еще вызывают сегодня в школу. Нас, как родителей в этой частной школе, достаточно часто вовлекают. И в школьную жизнь, и в образование детей, в успеваемость, в всякие там воспитательные моменты. Это и хорошо, но родительские собрания у нас очень часто. Даже если успеваемость хорошая, если ребенок себя хорошо ведет, то предпочитают поговорить с глазу на глаз, не онлайн, обсудить, похвалить. В общем, и эта встреча переносилась очень много раз. И, в общем, говорят, пожалуйста, придите, уже пора. Так что поеду заказать торт. Когда дождусь мастера, и надеюсь, он починит мою посудомойку, закажу второй торт, потому что придет бабушка с дедушкой поздравить Захара с днем рождения. В этот же день и Томак выписывается из больницы, это через три дня. И моя двоюродная сестра приезжает ко мне, и как-то все на кучу. Я слегка подустала. Вроде ничего серьезного, но как-то так. Ой, господи. И вчера забрала Юки с собой, повезла малых на тренировку на футбол. Думаю, классная погода, мы с ней погуляем. Как? Начал идти дождь, а она такая грязнючая. А я ее вожу в салоне, в машине. Я все застелила, как могла. Ну, короче, она мне испачкала все вокруг. Вот. И тоже нужно мыть машину. Я не знаю, когда я это сделаю. Может, буду ездить на грязной. Я, честно, без сил. Я очень хочу спать. И очень хочу, чтобы работала моя посудомойка. И заберу сегодня малых со школы, когда закончу заниматься всей этой бытовухой. Вот. И поедем проведать Томика. Он говорит, что все нормально. Ну, как, в смысле, как в больнице, да. Но диетическое питание. Купим ему что-то вкусненькое. Спрошу, что он хочет. Вот. И пойдем проведаем его. Мальчики очень скучают. Они как-то так переживают. Хотя это еще не операция. Но, честно говоря, видеть его во всех этих проводах и на больничной койке, ну, не самое приятное зрелище. Я бы предпочла, чтобы он был дома. Вот. Но надеемся на хорошее и что все будет в порядке. Юкася, у меня что для тебя есть? Хочу. А, лабирка. Та-дам! Подушка. Хочу. Хочу. Супер. 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 Так, мягенькая кофе. Старая лежанка уже слишком маленькая и непригодна. Поэтому обновили. Подходит тебе лежбище. О, отлично. Оно не пропускает влагу. Достаточно большое для Юкаси. Она обычно спит таким калачиком. Я вижу, что еще здесь замок. Видимо, можно будет все постирать. Эта лапочка теперь будет мягонько так спать. Нравится. Смотрю, думаю, что делает коробка какая-то у нас в зале. Это Захар хранит свой подарок в коробке по сей день. Он приехал чуть раньше. Ему и нужны были бутсы. И он, в принципе, о них мечтал. Я заранее купила подарок ему на 10-й день рождения от нас всех. Он хотел себе бутсы из коллекции Месси. И когда он получил их, мы примерили все. И он говорит, боже, мама, они такие красивые. Я буду спать с ними. И он спал с этой коробкой. И он уже носит их на тренировки. Они уже грязные. Я так глянула. Мельком покажу вам. Несмотря на то, что грязные, все равно в коробке хранят, господи, дети. Они, конечно, такие потешные. Они, конечно, такие потешные. Говорят, если проткнуть стебли бутонов иголкой где-то ближе к бутону, то они не будут опадать. Мне само интересно, работает ли это. Я сделаю. И завтра, или ближе к вечеру, мы с вами посмотрим, как они себя чувствуют. Вы слышите этот звук? Та-дам! Работает родненькая. Ура! Мне ее быстро починили, но пришлось доставать ее полностью. Я сама этого бы не сделала. Так что, милый Александр спас мой брак. У меня сегодня большая стирка. Не иначе, сори за вид, но хочу показать вам несколько полезностей. Во-первых, я перестала сдавать в химчистку свои пуховики, а стираю их дома. В обычной стиралке. Но самый кайф в том, что я спустя 5 лет, блин, попробовала сушильную машину и программу для пера и пуха. Она очень хорошо просушивает. Иногда, если это объемная вещь, я ставлю два раза, но реально ничего не комкается и очень удобно. Хотя сушилкой я пользуюсь не каждый раз. И второе, это испачканные штаны лыжные после нашей последней поездки в горы. Зачастую такая одежда, спортивная и зимняя, даже весенняя бывает, которая покрыта специальной мембраной. Вы ее не видите, но это водоотталкивающая, и благодаря этому ваши вещи тоже не промокают. И вот для таких вещей мы покупаем специальные препараты. Они есть в разных спортивных магазинах, в сезон даже в Лидле встречаются. Не знаю, откуда эти у нас, их купил Томак, но благодаря им вот эта мембрана не нарушается. Если не применять что-то такое, то вы просто-напросто испортите свои вещи, и они уже не будут сужить так, как раньше. Что касается сушилки, мне еще нравится здесь сушить все, когда я очень спешу, и полотенцем. После каждой сушки, посмотрите, что происходит. Здесь фильтры, и они всегда собирают столько пыли. Но я недавно его чистила, это вот второй. И вот это первые фильтры, я посушила свои спортивные костюмы. Как видите, розоватые вещи, это тоже нужно прочищать, для того, чтобы не испортить сушилку. А еще мастер мне рассказал страшную историю. Поделюсь с вами, что вы до этого не додумались. Короче, очень часто его вызывают для ремонта стиралки. После того, как у кого-то не хватило порошка, и они додумались засунуть в стиралку таблетки для посудомойки. И знаете, что тогда происходит? Очень сильно все нагревается, и плавится вот эта панель. И потом ее приходится полностью менять. Он вообще, говорит, стекает вот этот пластик. Плавится. Не просто нагревается, а плавится. Так что будьте осторожны и не делайте такого. Что-то я сегодня так набегалась, что не могу понять, я вообще голодная или нет. Но мальчикам все-таки на ужин сделала кебаб. Они не захотели ужинать где-то в ресторане. И Томак как раз лежит в больнице рядом с вот этим португальским кафе. Там очень вкусные кофе и вот такие десерты. Мы съели по одной штучке и привезли с собой. Томаку занесли ужин. Всех накормила тоже. Игнат, скажи, вкусная ли не? Шупер. Ее, еще с Юки надо идти гулять. Мне кажется, я сейчас рухну. Слушайте, ну по-моему, лайфхак с тюльпанами реально работает, потому что они выглядят такими более бодрыми. Или это из-за того, что я их подрезала и налила много воды. Но попробую делать так. Возможно, они лучше будут стоять. А еще совсем скоро Пасха, поэтому я достала мой любимый подсвечник с кроликами. Я покупала его в Тикой Максе. И не знаю, есть ли он в этом году или нечто похожее, но они оригинальные и всегда собирают массу комплиментов. Поставила свечи и вечером будем зажигать. Правда, у меня три свечи разные, но, наверное, издалека это особо не заметно. Правда? А сейчас вот, что мы с вами протестируем. Это какой-то хит среди блогеров в Польше. Говорят, что эта метелка собирает всю пыль. Я как-то скептически подхожу к таким штукам. Но, а вдруг? Заказала на Allegro. В какой-то сети они тоже у нас продаются. То ли в Экшене, то ли в Дилсе где-то там. Но мне проще было заказать. И проверим, девочки. Стоила ли она того. Седу это чуть другая метелка, чем та, которую я помню из детства. Она тоже была у моих родителей. Легкая. И было еще несколько вот этих насадок в комплекте. По-моему, обычно они продаются с меньшим количеством, чем у меня в упаковке. Интересно. Вот тут реально много пыли. Давайте посмотрим. Это, конечно, не отменяет влажную уборку. Но, как быстрый вариант. О! Вот здесь достаточно много пыли. Давайте начнем убираться. Я уже вижу выражение лица Тома, как когда он увидит эту штуку. Это удобно также для мебели. Вот знаете, когда есть какие-то резбленые части. Слушайте, ну это работает. Я люблю такие какие-то решения. И чтобы махнуть, знаете, и по-быстрому убраться. У нас дома на первом этаже вот такие панели. И, конечно, слушайте, это удобно. Супер. Мне нравится. Господи, я не помню, когда у меня было так грязно в машине. Пора это исправить. К сожалению, не могу записаться куда-то, чтобы это сделали для меня. Потому что погода шикарная. И все так же, как я, хотят чистую машину. Надеюсь, завтра не пойдет дождь. Расскажу вам историю из жизни. Я не могу назвать себя суперкрутым водителем. Я когда-то вообще рассказывала вам о своем опыте вождения. И что все начиналось не так легко и просто. Мне было недостаточно урока в вождении в автошколе. И, наверное, если бы не мой муж, я никогда не села бы за руль, даже имея права на руках. И тогда, когда у меня не совсем все получалось, мой любимый папа очень хотел мне помочь. Но у него не хватало терпения. И вообще, прежде чем мы с ним начали ездить, он принес мне губку, ведро и сказал, Ты, дорогая моя, должна сначала научиться мыть машину, а потом менять колесо, а потом что-то там заливать масло, еще что-то. Говорю, папа, подожди, давай не будем заходить так далеко. Машину я, конечно же, помыла, но так же хорошо, как Томек или как это делают наручной мойке, у меня все равно не получается. И я могу честно признаться, что я убираюсь только по верхам. И вообще, я это делаю не так часто, потому что у нас Томек обожает мыть машину. И он достает такой супер мощный пылесос, по-моему, бренда Керхер. Такой желтый. Томек всем этим заведует, так что я не особо в курсе. Но я, правда, не могла уже выдержать в такой грязной машине и сделала все, что могла. В Польше не так много ручных моек машины, поэтому записаться вот так, когда тебе взбредет в голову или просто заехать, буквально никогда не получается. Это нужно делать за несколько дней, а лучше даже за неделю или за две. И в основном все пользуются бесконтактными мойками, как мужчины, так и женщины. Но один раз я поехала и не учла тот момент, что моя машина покрыта какой-то керамикой защитной, пленкой, двумя какими-то штуками для того, чтобы лучше сохранялся лак. И выбрала все программы на бесконтактной мойке, то ли слишком близко это делала, в общем, даже без понятия, что пошло не так. Но образовались пузыри и Томек не ругался, но говорит, Оля, лучше я это буду делать за тебя, тем более мне в кайф. Он у нас фанат чистоты, ему не составляет труда, ему приятно, так что в основном я оставляю ему это удовольствие. А я взяла влажную тряпочку, Дайсон, пропылесосила, потом еще прошлась вот этой штукой из Алиэкспресс, она хорошо убирает пыль. И мне даже самой приятно находиться в более чистом пространстве. Конечно, это не то же самое, что после ручной мойки и после уборки Томека, но я не люблю ездить в супергрязной машине, мне уже как будто тяжело дышать. И мне нужно забрать детей со школы пораньше, и подъедем с ними еще на ручную мойку, сполоснем ее в мою красотку. Ей уже больше трех лет получается, она в неплохом состоянии, и я не так много на ней проехала. Даже пятидесяти тысяч километров нет, представляете? Ночи скажешь? Да! Я уже люблю! Сейчас я буду готовить один из любимых вариантов обеда или ужина наших детей, но вообще-то я тоже сама их люблю. Это куриные наггетсы в кукурузных хлопьях, типа как из KFC, но у меня будет не острая версия. Сначала в блендере я немножко перемалываю не сладкие кукурузные хлопья, они не глазурированные, но не до состояния муки, а буквально чуть-чуть, чтобы сделать их мельче. Много я насыпаю на глаз, вот так где-то две трети стакана муки, столько же молока или чуть меньше, мне нужно такое достаточно густое тесто, как на блинчике. Одно яйцо, две трети ложечки соли, полторы чайных ложечки сладкой паприки, перец, можете добавить еще и острый перец, но детям я как-то острое не даю. Выкладываем на противень бумагу для выпечки, а тесто добавляем к заранее нарезанному куриному филе, оно у меня такими небольшими кусочками. Я стараюсь это тесто залить и немножко перемешать, чтобы тесто хорошо покрыло каждый кусочек мяса и обмакиваю в кукурузных хлопьях. Также я поставила уже растопить сливочное масло, чтобы наша курица не была слишком сухой. И когда закончу панировать, поливаю каждый кусочек растопленным сливочным маслом и буду отправлять в духовку. Духовка у меня заранее разогрета, потому что там уже стояла картошка, которую я буду подавать вместе с курицей. И я запекаю курицу, наверное, при температуре где-то 200 градусов и держу ее в духовке минут 20-25. Ну, вы видели, что у меня нарезана курица небольшими кусочками, а картошку я просто очень хорошо помыла, нарезала четвертинками и запекла до готовности. Потом только посолила и добавила прованские травы. Все это с оливковым маслом, чтобы не прилипало. Курочка готова, она получается в очень вкусной хрустящей корочке, а внутри сочная и мягкая. Также я делаю к этим наггетсам чесночный соус, просто какой-то густой йогурт с солью и с чесноком и немножечко перца. Очень вкусно, любим всей семьей, попробуйте и вы. Ну что, моя неделя без мужа пролетела достаточно быстро. Я должна признаться, что я была загружена больше, чем обычно. Но когда у тебя много дел, то ты даже не замечаешь, как быстро уплывают часы и дни. Я очень рада, что его выписывают сегодня. 17 марта, это пятница и как раз день рождения нашего старшего сына Захарчика. В последнее время на моем канале очень много новых зрителей. Добро пожаловать. И Захарчику исполняется 10 лет. Господи, иногда, глядя на него, я не понимаю, как он вырос так быстро. Порой он даже ведет себя как подросток. Я вижу, как сильно он повзрослел. Я восхищаюсь этим, с одной стороны, маленьким, но таким сильным человечком. И я желаю ему здоровья. Это самое главное. А в остальном мы будем помогать, поддерживать, направлять. И пусть у него все обязательно получится и сложится в жизни так, как он хочет. А я буду всегда рядышком. И сегодня к нам приходит бабушка с дедушкой. Томак приедет уже буквально с минуты на минуту. Я заказала торт. Тот, который нравится Захарчику. И просто с надписью Захар, там 10 лет. Захар и по-польски звучит его имя. И мы будем петь ему традиционную песню. Поздравим его. Еще заказали суши, потому что он очень любит. Так что на ужин у нас будут суши. А праздник для детей, для его друзей, для одноклассников я организовала в воскресенье. Я за месяц заказала игровую комнату. Там всякие такие спортивные элементы будут. И вечеринка будет через два дня. Но Захар абсолютно не против. Главное, что сегодня самые близкие тоже будут рядом. Кто свободен, потому что пятница это рабочий день. Например, его дядя работает допоздна. И крестная тоже до 10 часов. А Рафал иногда вообще до 3 часов ночи, до 4. В зависимости от того, где он играет. Он музыкант, пианист. Иногда он на свадьбах, иногда в ресторанах играет. В краковских, в отелях, на каких-то мероприятиях. И вообще каждый день он занят именно по вечерам. Проще его как-то завлечь именно в утреннее время или в выходной день. Но это тоже случается нечасто, чтобы он был свободен. И на воскресенье, на детский праздник я заказала торт и маффины. Причем в виде любимого футбольного клуба Захара. Я нашла эту девушку в инстаграме. Она раньше мне попадалась. Это девушка-кондитер. Она не из Кракова, но рядом. В той деревне, в которую мы частенько раньше ездили к педиатру. Потом мы приехали, и сейчас вот все изменилось. И когда я сохранила ее контакт, я потом увидела, что одна моя знакомая тоже заказывала у нее тортики на дни рождения. И спросила, как тебе? Говорит, супер, вообще очень рекомендую. Так что я по рекомендации, но все же через инстаграм нашла кондитера. Такие дела. Подарок Захар уже получил. Но я уверена, что для него самой большой неожиданностью будет то, что папа уже вернется домой и пораньше заберет их со школы. Они не знают, когда он приезжает. И Томак сказал, что о том, когда будет его операция, мы узнаем через 4 дня. Во вторник. Скажут, когда именно. Назначат дату и будем ждать. Вот так. А, знаете что? Пока у меня есть минутка свободного времени, я пойду найду крем. У меня так обветрились руки. У нас типа солнечно, тепло, но утром очень холодно. И у меня обморозились руки на прогулке с собакой. И хочу вам показать кое-что, что купила вчера в Пепко. Мы были с детьми, мыли машину. И я как раз забежала, кое-что принесла. Я уже начинаю готовиться к Пасхе. Обычно, вы знаете, за день я вспоминаю, что у меня нет наклеек. Поэтому встретила в Пепко и сразу взяла вот такие пестрые. Дети любят их клеить. И вот эти понравились лично мне. Надо посмотреть, что с моими корзинками. Надо две. Для детей отдельно. И пойдем светить всей семьей. Я в ближайшее время буду делать какие-то пасхальные декорации. И у меня теперь есть маленькое гнездо с яйцами и с перьями. И взяла еще вот такие веточки. От них отвалилась этикетка. Но сколько это стоило? Один евро. Я хотела бы сделать венок на дверь. И думаю, что использую и веточки, и яйца. И завтра на цветочном рынке тоже поищу что-то. В Пепко были разные керамические яйца. Вот это очень симпатичное. Такое матовое, белое. Были и цветные, и гладкие, побольше. Такие типа потрескавшиеся. Вот это вообще куда угодно. Можно пристроить в любую композицию. Нам сейчас не хватает небольших чашек без каких-либо узоров. Потому что много было именно праздничных, новогодних. И взяла две вот такие чашечки под 3 евро. Вот. Они не тоненькие. И чашки из Пепко, кстати, нормально служат. Ничем не отличаются от более дорогих. Это я только обнаружила. Корректор. Наверное, Захар взял. Ему надо зачем-то для Юкаси новая игрушка. Потому что она у нас истребляет их со скоростью света. И всякие там мягенькие. Какие-то более нежные. Это нам на 5 минут. Поэтому мне показалось, что такое кольцо придется ей по вкусу. А силиконовые и резиновые она не жалует. Она не понимает, если дверь закрыта. Точнее, прикрыта. Потому что достаточно толкнуть лапы, она войдет. Но нет. Не соображаю. И на улицу. Тепло, и она там греется. Мне очень нравятся весенне-летние коллекции в Пепко для детей. Потому что там хорошие хлопковые футболки. За 2,5 евро или 3. В зависимости от узора. Взяла Захару пару штук. Смотрите. Я еще все это буду стирать и разглаживать. Но почти то же самое, что и в H&M. Приблизительно. И вот, например, футболки из Пепко. Гораздо лучше по качеству, чем в той же Заре. Но в разы дешевле. 3 евро, пожалуйста. Или вот такая. За 2,5. Еще. Вот это. Я, честно говоря, забрала почти все размеры, которые нам нужны. Многое быстро раскупают. За 3 евро. И это нарост 1,46-1,52. То есть это не маленькое что-то. И для девочек там огромный выбор. Нарост 134 см. На Игната тоже 2,5 евро. 2 вообще. Очень приятный мятный цвет. И такая лаконичная 2,5. Просто с кармашком. У Игната сильно износились все пижамки. Увидела вот эту из мягкого хлопка, опять же. И купила за 4 евро. Это комплект. Шорты. Не короткие, не в обтяжку. И футболочка. Мне показалось, что она немножко как бы большимерит. Поэтому взяла чуть меньше размер. Чтобы шорты не спадали. А то у нас Игнат очень худой. Поехали. Поехали. Эй, а лучшее, что Игнат не вздумкует. Не вздумкует. Мама! Спали. Сто лет, сто лет не живет, живет нам. Сто лет, сто лет не живет, живет нам. На этом мы с вами прощаемся. Вот такая насыщенная неделя у нас выдалась. Я уже начала снимать для вас новый влог, так что скорее ставьте пальчик вверх, чтобы мы с вами увиделись как можно скорее. Всем спасибо за поздравления и пожелания для Захара, нам бесконечно приятно. А на этом пока-пока, до новых встреч уже через несколько дней.